Контролеры общественного транспорта, полицейские и специалисты профильного департамента проверяют масочный режим в трамваях и в автобусах в обычном формате. За час работы составлен всего один протокол административного правонарушения. Пассажиры к рейдам относятся с пониманием. Необходимо, конечно. С учетом ситуации в нашей стране, конечно, необходимо. Меньше шансов заразу поймать. Кроме наземного общественного транспорта, под контролем и пассажиры метро. В подземку без средств индивидуальной защиты даже не пускают. Продолжают контролировать пассажиров и на самих станциях, и в поездах. Если мы вдруг находим пассажира, который отказывается по каким-то причинам маску носить, или вдруг у нее даже нет, или он не знал о том, что нужны маски, хотя таких уже в последние месяцы, наверное, мы не обнаруживаем людей, то в отношении такого пассажира составляется административный протокол по статье 20.6.1. Таких протоколов на сегодня составлено уже 154 штуки. С 1 октября начинаем. Проявляют масочную бдительность и пассажиры, если видят водителя или кондуктора, без средств индивидуальной защиты. В выходные дни, новогодние праздники было очень мало обращений на горячую линию, которая у нас работает уже, можно сказать, год. Очень мало было обращений по поводу нарушения масочного режима нашими сотрудниками и пассажирами, потому что до этого было, ну скажем так, активно люди проявляли свою гражданскую позицию и сообщали нам на горячую линию о том, что кто-то спустил маску, нарушил масочный режим. Мы тут же реагировали, фиксировали это в специальных актах. Самарцы к маскам уже привыкли, носят по всем правилам, закрывают рот и нос полностью. Тех, кто все еще не использует средства индивидуальной защиты, привлекают к административной ответственности. Несколько судебных решений уже вступили в силу. Это либо предупреждение, либо штраф. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров, События.